Произведение Чарльза Диккенса у многих ассоциируется с рождественской атмосферой. В Лондонском музее британского писателя, организованном в его доме, к празднику воссоздали семейные праздничные традиции XIX века. «Диккенс часто ассоциируется с Рождеством. Думаю, это связано с его сказкой «Рождественская песнь». Это одна из самых популярных рождественских историй. Писатель любил Рождество. По словам его дочери, он брал недельный отпуск и наслаждался праздником, весельем и играми. Диккенс также прекрасно готовил индейку и другие блюда». В этом доме на Даути-стрит Диккенс писал свои знаменитые романы. «С помощью своего таланта он создал удивительную историю, которая прославляла идеалы благотворительности, образования, доброты и размышления о семейных ценностях на Рождество. Именно это мы видим в рождественской песне». В произведениях писателя можно видеть отсылки к интерьеру его дома. Некоторые предметы сохранились в той эпохе. «Если спуститься в прачечную в подвале, то увидите котёл. Он очень похож на тот, который описан в рождественской песне, когда семья Кретчет готовит рождественский пудинг. Он описывает чудесный запах белья, смешанный с ароматом пудинга». Музей также представляет новые экспонаты, связанные с Рождеством. Например, найденный несколько лет назад портрет Диккенса кистей шотландской художницы Маргарет Гиллис. «Утраченный портрет – это замечательное изображение Диккенса в молодости. На нём писатель запечатлён в период времени, когда писал рождественскую песнь». Портрет обнаружили на распродаже в ЮАР в 2017 году. Подлинность определили специалисты по миниатюрам, и музей выкупил его у арт-дилеров.